В 2002 году вышла игра под названием Arx Fatalis, сотворённая студией Arkane Studios. Весьма забавно, что даже по тем меркам это было олдскульное РПГ, которое следовало тем самым трендам игр 90-х. Открытый мир, в закрытых мрачных подземельях, необходимость питаться, возможность идти по пути воина, мага или вора, добавьте к этому современную боевую систему и детально проработанный мир. Неудивительно, что критики встретили игру с восторгом, но несмотря на это она провалилась в продажах. Виной тому вышедший в это же время Моровинт, который перетянул одеяло на себя из-за своей масштабности, множества квестов, разнообразия раз, возможности прокачки и просто известного имени The Elder Scrolls. Arkane Studios не унывали и планировали выпустить вторую часть Arx Fatalis. Да, они уже имели некоторые концепты и наработки, но Valve, с которыми они на тот момент сотрудничали, мягко зафорсили их на совершенно иной проект, так как, будем честны, вторая часть, возможно, тоже провалилась бы, какой бы хорошей она ни была. В это же время, Arkane попались на глаза Ubisoft, которые были бы не прочь, чтобы кто-то сделал игру, связанную с героями Меча и Магии 5, созданной российской компанией Nival Interactive. Именно тогда, глава студии Arkane Рафаэль Калантонио со своей командой создали игру, которая принесла им ту самую известность и признание. Хейейейей! Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики! С вами я, ваш вождь, слэш главный по шизоидности Сморч, Я Хайнс Хаммер, на трах падкий, ниже пояса всё в порядке, ясно? Да, я настолько соскучился по ламповой атмосфере жизни в подземельях, что так и решился на полноценное прохождение тёмного мессии Меча и Магии. Всё-таки он, по сути, сделан из множества кусков идей Ark's Fatalist 2, обмазанных вокруг более пропатченной боевой системы. Может быть, именно эта игра удовлетворит мои внезапные игровые запросы, или вдруг будет огромнейшим переоценённым ограничением, которое я засру и лишусь половины своей аудитории. Жизнь такая хаотичная штука. Хотя, конечно, было бы логично зайти в предтечу всех современных 3D и горя, но я ж негодяй, идущий окольно-кривыми путями, который только и делает, что чилит в Dragon Champions! Dragon Champions — это пошаговый РПГ с механиками коллекционирования героев и очень увлекательными сюжетными кампаниями. Узнай историю войны людей и орков, кровожадный распри между эльфами и гоблинами, а также, что среди всего этого хаотичного безобразия потеряли панды. Эта игра — просто спасение для такого искушённого геймера, как я, тем более она дружелюбна к фри-ту-плей юзерам и доступна на iOS и Android. Вас ожидает множество интересного контента, начиная с трёх сюжетных кампаний, интересных PvP-битв и заканчивая годными отсылками к поп-культуре. Но где же ещё такое встретишь, а? На данный момент в игре представлено более 50 чемпионов разных характеров, раз и с множеством уникальных способностей. Выбирай своих любимцев, качай их, как пожелаешь, и одевай в стильные шмотки. Как говорится, fashion is very fantasy profession. Динамичные битвы, PvP, PvE, гильдии, рейды, множество контента даже после окончания сюжетки. Ну чего же тебе ещё для счастья-то надо, а? А если ты и занёшь мой промокод до того, как достигнешь 15 уровня, это важно, то получишь множество подарков стоимостью в 10 бачей. Аттракцион щедрости, Wally of Plenty, как говорится. Это, кстати, тоже отсылка к поп-культуре. Dragon Champions, переходи по ссылке в описании под роликом. Герой 5 вышли в мае 2006 года, а Тёмный Мессия в октябре 2006 года. Само собой, воодушевлённые героями, игроки раскупили творение аркейнов, как горячие пирожки, словно это типичная игра по фильму, которая взлетела на фоне оригинала. Разница лишь в том, что сама Игоря очень-таки даже зашла игрокам и критикам. Давайте узнаем, чем так прекрасен данный продукт. После запуска нас встречает катсцену, в которой цитируются всякие местные по лору пророчества, которые по-первою вам вообще ничего не скажут и не дадут чего-либо понять. Десять веков будет крепость стоять, стены застывшие криком немым, и рогатые лорды склонятся пред тем, кто ещё не рождён от хозяина тьмы. Далее некий мужик с внешностью оверлорда, который скопирован с урона, чей стиль скопирован с булавы молок бала, кидает в некую дыру некий череп с примесью своей кровушки, который призывает некого сатану. Если вы ничего не поняли, то не бойтесь, ведь я также ничего не понял. Ну как бы я понял, ведь прошёл игру полностью, но для эффекта сделаю вид, что запускаю игру прямо сейчас и в первый раз. В главном меню мы видим странного челика, одетого строго по моде Эльсидов 15 века. Вам-то, конечно, всё равно, а мне это слегка кольнуло в ностальгический отсек моего мозга. Игра начинается с рожи учителя Фенерика, дающего нам наставление в финальный день нашего обучения. В соседнем зале, на алтаре, лежит сфера. Она нужна, чтобы добраться до кристалла Шантири. Мы играем за Сарефа, который по характеру не косипоша, не убер-герой, не злодей, а просто чел. Нас сейчас будут обучать управлению и локальным приколюхам. Вроде бы ничего сложного не считая того, что надо привыкнуть к некой неотзывчивости движений нашего героя. Не скажу, что это минус, так как главный герой имеет полноценное тело с ногами, руками и, скорее всего, гениталиями. Хотя, вспоминая героев, я искренне надеюсь, что наш человек не принадлежит к Ордену Порядку, так как у тех по дефолту анатомия кукольного кена в штанах. Мы учимся взаимодействовать с окружающим миром, так как делать нам это придётся часто, ведь движок Сурс тут отрабатывает по полной. Саров может пинать подпорки, кидать ящики, дёргать рычаги, опять же, если он не из Ордена Порядка, и даже забираться по всяким верёвкам и цепям. Помимо этого, он обладает магическими способностями, которые мы можем прокачать в дальнейшем. Следом обучаемся самому главному, а именно умению наносить увечья и получать с этого кайфарики. Не, а это было классно. Боёвка тут отличается от боёвки в том же Арксе лишь тем, что она тут реально в разы лучше и удобнее. Да, тут так же тип удара зависит от того, в какую сторону мы двигались в момент занесения, но сам герой ощущается и двигается более активно. Наша задача сейчас всеми способами найти некий кристалл Шанти, и так уж вышло, что на нашем пути стали какие-то злые солдатики, которые прислуживают некромантам, то бишь нежити. Люди в чатике, поправьте, если я вдруг что путаю. Лети, птичка-невеличка. Бочкарёв, душистый хмель. Использовать прелести физики одно удовольствие, особенно на первых парах. Поэтому вместо того, чтобы добивать противников, я их мучил, кидая в них всякое. А сегодня в гороскопе от Павла Глобы стрельцов ждёт горячая бочка прямо в хлебало. Ладно, не буду дурачиться и добью бедняк. В игре есть прокачка без стандартного типа экспириенса, то есть мы не получаем опыт за убийство или какие-либо иные действия. Вместо этого нам порой подкидывают скилл-поинты за выполнение заданий. И я сразу скажу, что поинтов не хватит на прокачку абсолютно всего и вся. Так что вам реально по ходу игры придётся как можно скорее определиться, кто ты. Мальчик или девочка? Лично мне придётся качнуться немного в воина, немного вора и немного в мага, но не потому, что я универсальный бисексуальный челик на всё готовый, а так как было бы желательно показать вам прелести локального разнообразия бытия. Наш главный герой загробастывает кристалл на радость своему преподавателю по жизни, и мы ловим адекватное предисловие нашего дальнейшего существования. Саров, мой верный ученик. Он говорит, мол, мы клёвый челик, и наш батя, которого мы не знаем, гордился бы нами. Храбрый и благородный воин, сведущий в магии, ты готов к тому, что предназначено тебе судьбой. Теперь нам нужно доставить этот самый кристалл в город Стуунхельм, а именно магу по имени Менелак. Этот камень поможет найти артефакт Череп Теней, благо мы могли его наблюдать в непонятном предисловии к игре. Но, чтобы мы по пути не сделали среньк-среньк в парки, наш Паханидзе хочет вживить нам в голову бабищу по имени Зана. Не бойся, больно не будет. Которая будет следить за нашими успехами. Вот тебе и головокружительная завязка, сюжет прям не хуже уровня маяка. Начинается первая глава. Вот он, Сарев, свободный город Стуунхельм, где правят деньги и магия. Вот вроде бы идиллия, селянские красоты, крестьяне, говорящая баба в голове. Скорее, внутри будет безопаснее. Но не успели мы отойти от рофлов главного сюжета, как на подходе к этому самому Стуунхельму на город нападает армия некромантов. Что это? Эй, парень, сюда, быстрее! Неплохое начало основной игры, да? У нас нет оружия, а лишь от страха, испачканные в калии штанцы и ляжки. Поэтому всеми силами пытаемся унести ноги в безопасное место. И сузь я полторашка? А это еще что за... Я слышал, что на город напали некроманты, хотя с виду враги больше похожи на крыжопольских БДСМщиков. О, у тебя меч упал и стал моим. И хлеб тоже. Мы выживаем и помогаем оборонять город с помощью баллисты. Как бы это не было смешно, но походу после смерти Одноглазого осада города официально заканчивается. Мда. Че-то не густо у этой нежити с армиями. Они отступают. Все стихло. На время. Интересно, а тут можно так же фаерболами костер зажигать? Эх, реальность полна разочарований. Город пока что взял передышку после боя, а мы же имеем возможность походить и полутать все, что не наше. Конечно, вы можете подумать, что начиная с этого момента нам дан целый открытый мир. То есть вы можете ходить по городу, выполнять квесты, торговать, есть, пить, но на самом деле игра достаточно линейная и разделена на уровни. Так что вместо Аркс Фаталис 2 мы имеем Халф Лайф 2 Фэнтези Эпизод. Но при этом тут так же, как и в первой игре Аркейнов, есть много прямо как в жизни моментов. Чего стоишь? Убирайся! Ты умеешь найти подход к женщине. Спасите, люди! Прямо как в жизни! Блин, так классно, что даже вне битв можно спокойно ходить и дурачиться. Эй ты! Убирайся отсюда! Нечего тебе здесь делать! Прочь, вонючка! Вот блин. Мы встречаемся с начинающей колдун Тян по имени Лина и как оказалось, она ждала нас. Вы должно быть царев? Я очень волновалась за вас. Возможно, напрасно. Простите, я Лина, ученица и племянница Менелага. Ученица? Племянница? Купец. Поколейщик. Линочка ведет нас к своему дяде, которому мы и должны отдать кристалл. Так значит, ты сарев. Рад встрече, юноша. Город осадили некроманты. Эй, осторожней. Я уже начал за тебя волноваться. Полагаю, ты принес кристалл Шантири? Ну, конечно. Хорошо. У меня он будет в сохранности. Мы все вместе трапезничаем, ведем беседы и в конце концов нам говорят, что с утра мы отправимся в увлекательное суицидальное путешествие в храм павука, где и хранится тот самый череп теней. Правда, как обычно, все идет не шоколадно, а клубнично. А аккуратней с этим супом. Вторая глава начинается, а мы просыпаемся от того, что прислужная челли не дает нам выспаться по причине вражеского тайного ночного вторжения. Выхода нет! Мы в ловушке! Тут же мы даем первый полноценный бой вне тренировок и обучения. Мы сильны! Мы могучи и вооружены мощной ногой в крестьянском кирзаче. Умри! Чел, ты как выжил! Я бы после такого падения помер с открытым переломом на пятой точке... Нет, слушай, не лезь. Я стою на вершине и спокойно могу... Я думал, удастся сбить папа. Да, боевка здесь это чистейшее золото, от которого не устаешь, особенно если комбинировать все свои скиллы и окружающее пространство. Сейчас будет как достать соседа по-фэнтезийному. Классно, что разрабы в знак уважения к Ubisoft оставили тут забавную отсылку на Far Cry 5. А сейчас я вам покажу самую кайфовую экшн-сцену в истории видеоигр. Так, снова берем лопату и... Я так могу рофлить бесконечно, но тогда ролик затянется на час. Сейчас нам надо взять ноги в руки и отправиться на поиски колдуна Минилага, чтоб узнать, он там живой вообще. Просто есть большая вероятность его кончины по причине того, что весь замок просто усыпан вражеской солдатней, которая хрен знает, как забралась сюда. Хорошо, что у наших союзников есть я, Головка от Черноголовки, которая не ленится использовать свои природные таланты. Разработчики не поленились делать такие приятные референсы на Аркс. Либо же они поленились создать новые ассеты и просто вставляли то, что у них уже есть. Вау, это прям какой-то Лелу Нитюнс момент. Господи, да где этот Минилаг? Я так весь замок скоро переквалифицирую в цирк Дю Салель. Наконец-то счастье! Я слышу, как Минилага кто-то пытает. Сейчас все разрулю и всех спасу. Проклятая леша! Я упокою тебя навеки! Молодчина, дед! Что? О нет, деда убил бомж-извращенец. В общем, все грустно, племянница горюет, а прыгучий челик сточил кристалл. За меня не волнуйся. Но кристалл... О нет, Саров, ты должен догнать это чудовище! Дропаем бабищу, пускай горькие слезы, а сами методом паркура пытаемся настичь негодяя. Таким макаром мы плавно переходим в третью главу. Правда, как бы это ни звучало, но весь этот отрезок мы буквально гоняем лысого. Но не стану врать. Иногда мы делаем лайтовый перерыв на убийство очередного пучка негодяев. Помогите! Вау, было бы классно поиграть в VR-версии подобных Игоре. Я знатно порофлил бы с вами, уж вы меня знаете. Правда, я сомневаюсь, что у нас в ближайшее время появится хоть один набор того же SteamVR-чика. Так, 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 так. Кузница? А мы можем в ней что-нибудь выковать? Да, 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 да. Всё прям как в том же арксе. Ух, какой у меня мечище! Какой я мощный! А вот и кретина, решивший помочь негодяям проникнуть сюда. Неужели ты реально думал, что они тебя золотят или хотя бы оставят живых? идиот, идиотина. Тот извращенец таки донёс кристалл до глав злодея игры, тёмного колдуньера Арантира. Сейчас мы не можем его убить или хотя бы пощекотать, поэтому кристалл нам придётся красть совсем уж втихарину. Та-дам! А теперь текаем отсюда, пока нас на шашлык не порезали. Следом мы видим какие-то искажённые версии наших воспоминаний, которые вполне возможно не очень-то и искажённые. Ох, уже четвёртая глава? А быстро мы однако. Впрочем, и эта часть игры не будет такой уж продолжительной. Зана, что происходит? Кто? Да кто ты на самом деле? А та ему и говорит. Это видение наслал некромант. Не верь ему, милый. Я твой друг и союзник, и даже больше, если захочешь. А, ну, ну ладно. У меня есть множество аргументов, почему я не могу тебе доверять, но сперматоксикоз моего персонажа перечёркивает их только так. Мы находим Линочку, устраивающую лечебный флаттеринг писюна-мага. Саров? Хвала и лаву, ты цел. Я так волновалась за тебя. Она докладывает нам неприятную новость, связанную с кораблём, на котором мы должны были отплыть. А именно то, что он захвачен, и короче, нам тип всех надо поубивать, а иначе никак. Я на сплинтер-селочах пробираюсь на судно, попутно выхватывая сексуальные намёки со стороны нашего голосового помощника. Осторожнее с этим телом, Саров. У меня на его счёт большие планы. Честно говоря, это немного смущает и отвлекает меня. Вроде такой серьёзный боец, вырезаю всех, и тут мне на ушко говорят... А я своим языком могу до простаты достать. Пред нами новый вид врагов. Те самые некроманты, которые похожи на эльсидов одеждой и на лечей своими повадками. Лети-лети лепесток, через запад на восток. Гоблинцы! Хе-хе-хе, Клан Антонио. А ты, я смотрю, вообще не парился. Гоблин жить в пещерах. А я и не против. Мне это лишь доставляет удовольствие с печальной ноткой ностальгии. Его сейчас убить, моя! Твоя не самый умный, как гоблин, но моя пустит тебя в город. Ты разбил мне сердце, а я разобью твоё... Ой, не-не-не-не-не, я ж не буквально хотел! Достаточно быстро и легко я очистил данное плавательное судно и в стиле олдовых мультиков скинул лишний балласт. Фристайло. Ракамакафон. Я освобожу команду и подготовлю корабль к отплытию, не подпуская этих чудовищ близко. Финальным штрихом этого отрезка игры стала защита корабля, дабы колдушка с починами смогла подготовить транспорт к отплытию. Через север, через юг. Кто к нам с мечом придёт, тот получит колотушкой. Помогите! Да! Ладно, я всё сделал чисто во дняру. Давайте уже поплывём туда, куда нам надо. Получилось! К острову! Я и подумать не могла. Ты просто чудо. Я убедилась в этом давным-давно. Мы с Сарафом поднимем якорь. Как прикажете, миледи? Во время путешествия нам опять снится какая-то чертовщина, но это даже не близко по сравнению с тем, как меня в детстве во сне пыталась задушить бабушкина шаль. Как хорошо, что ты присоединился к нам, Саров. Хочешь узнать о своей судьбе? О своём проклятии? Скоро он всё узнает. Иди, Лина, потанцуй с ним. А вот и твоя первая жертва. Не волнуйся. Она не будет последней. А вот и пятая глава! Мы на диванном острове Паука, где полным-полно орков и древнешумерских руин. Войны, охотники, королева пауков явила свою волю. Воры и приспешники демонов не должны осквернить её святилища. Можете мне поверить, нам тут скучно не будет. Орти, конечно, сильнее обычных людских очередняр, но и мы не из барбершопа пришли. Нам, типа, надо Джолика оперироваться с Леночкой, но я как агент 007 предпочитаю... Мать моя, это что за хренота летающая? Клан Тонио, ты там совсем кукух и поехал! Представляю вам ещё одну забавную местную механику, которой мы будем пользоваться достаточно часто. Лук с верёвкой! Теперь мы мало того, что боец, разбойник, холодец, но ещё и альпинираст. На нас нападает ущербный дракоша, который, тип, представляет опасность. Сейчас мы его накуканить не можем, так что бежим, бежим, бежим. Ладно, попробую побегать с Ленкой. Может, она не такая уж и глуп... Эмм... Мы внутри храма Пукана, и чтоб проникнуть дальше, нас отправляют зарядить местную магическую систему кристаллом Шанти. Путь всё так же полон кровавыми битвами, рофлами и туповатыми гоблинами, которые сами же попали с ловушку. Не убивай меня! Хе-хе-хе, веселуха! Мы не смогли пройти коротким путём, поэтому идём обсуждать иные тропы к генератору магии. А ещё, чтоб внезапно убить дракошу классическим причемлением морды. Паука! Он вернулся! Дракош, честно скажу, на такое мог попасться только гуманитарий. Наш альтернативный, как моё развитие, путь лежит через логово самых омерзительных пауков, которых я когда-либо видел. После того ублюдка, конечно же. Благо, я вскоре покидаю эти мрачные места и наблюдаю диалог про то, как гоблин говна навернул. Блюх, это быть орка! Орка не есть? Нет, есть! Они съест зим, и моя есть орка! Зим глупый, страшный, подлый, инозим быть, моя кузина! Орка есть гоблин! Гоблин есть орка! Моя уже пробовать вкусна! Гринг дать мне обе печенки, чтобы моя стать... Моя думать! Твоя помнит, но... Ах так, не печенки? У орка одна печенка! Твоя съесть пару чего-то другого! Время идет, а гоблинский юмор совсем не меняется. О, тесто есть странный вкус. Тьфу-тьфу! Наверное, моя положить слишком много. Червяк! Тьфу! А тут нас ожидает мини-боссфайт против Циклопа. Булдыга злой и опасный, но заточкой в глаз, и вся его крутость сливается в толчок. Зато кордон у него что надо! Я уже путешествую по каким-то горам, и понимаю, что пятая глава еще не скоро закончится, да? Эх, а ведь когда-то я так же гулял по горе Куштау. Правда, там не было так весело. Все, я на месте. Вставляю кристаллы, тем самым вызываю огромную струю энергию, пронзающую местные руины. Эх, жаль, беды не случилось. Я хотел бы поглядеть на фэнтезийный Чернобыль. Вместе с магическим током мы вызвали банду орков, которые хотят нас привести к ответу. Чужеземец! Демоново кровь! Постой! Глав Сморч требует с нас честной дуэли на мечах один на один, и да победит самый паучки-паучный челик. Про эту битву мне нечего сказать, так что я просто изреку рандомный набор звуков. Ау, как бы, ба-ба, бра-ба-ба-ба-ба-ба. Ладушки, а ладушки, возвращаемся назад. Тяночка впитала в себя всю энергию кристалла, и теперь готова поднять врата, преграждающие нам путь. Правда, перед этим нас снова настигают злые БДСМщики, что говорит о том, что нежить уже тут. И ведь не ошибся! Глав Злодей ломает тяночке хребет, а мы убегаем в следующую главу. Эх, вот это приключение! Главушка шестая. Мы в глубине храма и пытаемся найти череп теней или как его там. Зачем он нам нужен, мы так и не поняли. Ну кого это волнует, да? Сама глава не особо большая, и все, что от нас требуется, это найти все камни и вставить их вот этой статуе, чтобы заиметь путь к черепу. Всюду нежить, упыри, ловушки, но хей-хей-хей! Те, кто прошли крипту в Арксе, уже ничему не пугаются. Тем более я вооружен катаной. Чисто средневековый самурай. Курсуна! Дайте угадаю. Сейчас из этого гроба вылезет какая-то древняя срань, которая захочет нас убить, да? Кто посмел покой нарушить? Силь сейчас погибнут души. Вау! Лич-колдун, умеющий становиться невидимым. Давно не видели, старина? Конечно, все это испугает нового игрока, но Калантонио, серьезно, ту чертовщину на дне крипты тебе уже никогда не переплюнуть. Вот, ты пожалеешь об этом. Эй, верные мои слуги, убейте его. Я вставляю все камни. И вместе с напарницей мы начинаем ловить лютые приходы. Чувствуешь, как я огнем вхожу в твою кровь? Далее нас Тип ждет опасный бой суп против пауков, но для моей нервной системы они уже не опасны. И вот он, главный твист слэш-поворот сюжетный. Тысячи лет. Милость с тех пор, как седьмой эракон изгнала наш род с лица Эшена. Десять долгих веков мы ждали отмщения. Мы ждали тебя. Мы на самом деле сынуля особого адского пахана по имени Кхабалет или Кхабалех, хрен его знает, который ныне заточен в глубинах самой жопы бытия. А наша напарница Зана на самом деле наша рабыня Демонесса. Именно мы и есть темный мессия. Существом, что живет у тебя в голове твоя напыня, используй ее так, как пожелаешь. Так возьми же череп моего древнего врага и сокруши стены моей дюрьмы. Такова моя воля, сын. Никогда не стану свободен весь мир и все его души будут принадлежать нам. Двои. С помощью черепа должны освободить батю, но, как всегда, все идет по одному месту. Глав злодей или уже даже не злодей, фиг знает, насаживает нас и лишает жизни. Конец, игра закончена, пускай эти титры. Хочешь я в глаза? Взгляну в твои глаза. Ладно, шучу, начинается глава седьмая. Нас будет бабища в голове и как оказалось, мы еще живы. Она юзанула силы черепа и воскресила нас. Правда, теперь этот самый артефакт у нашего врага. Теперь мы стали еще ближе и ты получил часть моих сил. Вещей нет, оружия нет, зато теперь мы можем включать режим поехавшего беса и рубить всех подряд. Правда, лично я пользовался этой силой лишь до того момента, пока не вернул украденные у нас орками вещи. Бить лапками, конечно, прикольно, но лично мне по душе быть японским рубилой. НИХАДАНГАХАЙО! Все наше времяпровождение в седьмой главе сводится к попыткам выбраться отсюда как можно скорее, иногда нанося увечья оркам. И еще одному бедолаге Циклопу. Плюс мы опять слышим гоблинский юморок, который уж сильно отдает той самой классикой. Что твоя думать о новой вождя? Ха! Новый вождя тупее скалы! Рядом с новой вождя мордопрыг умный! Новый вождя моя кузыка! Новый вождя ну... чистые ногти и... ровный голова! Твоя опять проигрывает! Твоя весь мир! Моя сегодня, не играй больше! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Все весело и прикольно, пока на нас не нападает злобный, неубиваемый черв-негодяй, дышащий смрадом гнилых от снюса зубов. Забавно, что убежав от него, мы больше никогда не увидим его. Он вполне похож на босса, который внезапно под конец должен появиться, но видимо у разрабов немного нетипичное мышление. Ура, мы леваем. Сейчас нам необходимо встретиться с людьми, которые в отличии от нас, настоящие люди. Эй, чел, а чё с Линой? Да не парься, она сдохла. Короче, под видом безобидничья нам надо вернуться в Стоунхельм, откуда мы... Так, сейчас подождите, восьмая глава начнется. Тут находится портал в логово некромантов, и вот там, да, именно там, мы и должны найти злодея, чтобы вернуть наш дорогой черепок. Как вы помните, здесь мы в свое время отобрали кристалл шанти, и на тот момент портал не работал. Что ж, узнаем, чем наши противники живут, что едят и что пьют. Очень приятно, что разрабы через всякие записочки, интерьер и диалоги потихоньку выстраивают у нас в голове картину окружающего мира. Допустим, эти неживые, такими стали не от жизни хорошей. Они жаждут познавать новое и как можно больше, однако жизни целой не хватит, чтобы усвоить хотя бы одну десятую всей ныне существующей информации. Поэтому некоторые ребята просто взяли и решили помирить, дабы потом ожить и больше не помирать. Вот это я понимаю, проработанность. Эй, а та девчуля-то оказывается еще жива? Линна, нет! Или уже не жива? Похоже, мы можем ее спасти, но это подождет. Данная локация не более чем стерильный муравейник, в котором мы просто ходим и всех убиваем, пока не натыкаемся на апартаменты Орантира. Из его дневника мы узнаем, что он решил на радикально относительно добрый поступок. Под городом Стоунхелм находится древний и огромный икрополь. Он хочет добраться туда, там же с помощью черепа теней призвать смерть, которая убьет всех жителей и с помощью всех их душ окончательно заточить нашего ботяню без возможности разбана. Ох уж эти масонские способы спасения мира. Теперь, когда мы знаем, где этот чертило Орантирич, мы можем отсюда сваливать, но перед этим я спускаюсь в логово пауков, куда скинули тяночку Лину. У-у-у, паучара, я тебя укокошу, у-у-у, Лина. Освободи меня из паутины. Я тебя тоже укокошу. Все, вот теперь можно и уходить. Глава девятая. Не ходи туда. Не ходи туда. Ты приведешь сюда упырей. Мы на поверхности и почти что у финала. Нас встречает солдат Дункан и радует новостью, что вход в некрополь нам покажет его брательник Перси. Главное только до него дойти. Ведь весь город поглощен огнем и нежитью. Но я не расстраиваюсь, ведь наш главный герой же мощный такой пельмень-дос, вооруженный до зубов. Да и тот же Перси находится достаточно быстро, да и циклоп вроде щелкается как орешек. Кабинка занята, извращуга. А ну лезь обратно в ту адскую сраку, из которой вылез. Персик помогает нам пробраться через каналы, выйдя из которых мы натыкаемся на летающего чудилу, слабого супротивбалисты. А в конце главы нас и вовсе встречает Лина, которую нежить превратила в нежить. Она стала личем. Бедняжки всю жизнь уготованы быть спешкой. Сарев, сын демона, то, что ты забрал у меня, твою жизнь и душу кровожадной самки, что свела логово в твоей голове. Ленусик, ничего личного, но кровожадные демонессы куда симпатичнее обычных тип порядочных замукрышек. Все, наконец-то мы близки к цели. А вот и эпилог, то бишь финальчик. Мы в некрополе, где лежат неживые жители данного города. Наша же цель находится глубоко внизу. Вроде бы ничего такого, но сам путь ой какой непростой. Плюс тут был доп-квест по упокоению души некого Иштвана. Иштван, мой отец. Но мне на него на самом деле абсолютно все равно, и спасать я его не буду. И дело совсем не в том, что я не понял, где он лежит на самом деле. Дорогу мне, воину великому, коему делать больше нечего, как освобождать ботяню демонического. Наконец-то я тебя нашел, тварина. Хватит тусоваться у места, который похож на монолиты сталкера. Сейчас я подойду и тебе в глаз кулаком ударю. Арантир, все кончено. Отдай мне череп, или же я заберу его силой. Молчать, мальчишка. Ты не понимаешь, что поставлено на карту. Мы все понимаем, любовь моя. На карту поставлено наше будущее. Даже гибель нескольких душ. Не стоит жизни целого. Молись, Ургашу, еретик. Начинается Махач, в ходе которого мы вполне ожидаемо ломаем противнику лицевые структуры. Тот нехило так пересылается и зовет на помощь Костянову Дракошу, который также получает от нас пару увечий, несовместимых с жизнью нежити. Нет никого, кто бы смог удержать стены темницы. Ты победил меня и погубил... Умри с улыбкой на устах, Арантир. Ииии, это все. Теперь мы можем освободить нашу батю, взяв череп и отнеся ему. Угу. Либо же можем этого не делать и починить весь мир себе, взяв череп и положив его там, где взяли. Знаю, звучит странно, но так и есть. Зана, напомни ему, что может случиться. Ну что же ты медлишь? Бери череп. Короче, я решаю опрокинуть батю, дабы лицезреть наиболее подходящую для меня концовку. Зана, Зана, я бытащу из вас ваши жалкие дружонки. Беги, беги, любовь моя, уводи нас отсюда. Довольно. Я не хочу твоего пути, отец. У меня иная судьба, и ковать ее мне поможет череп. Ты предал свой род. Я попщу тебя, вам обоим. Помни, я древний демон. Я терпелив. Однажды я стану свободен, и тогда выполняешь настоящий бой. Вау, какая подробная, а самое главное, удовлетворяющая концовка. Как вы можете понять, темный мессия это игра про путь. Веселый, задорный, с кучей экшена, приколов, рофлов и с достаточно вялым концом. Нет, я, конечно же, получил множество удовольствия. И да что уж там, мне даже в серию меча и магии захотелось поиграть, и я не только про линейку героев говорю. А если говорить по существу и без прикрас, то темный мессия это по сути сделанная на совсем уж скорую руку поделка, которая без какого-либо зазления совести перебарщивает с использованием идей из Аркс Фаталис. Что самое смешное, так это то, что игра вышла годной. Да, это реально чудо, что на совсем уж скорую руку кто-то смог создать настолько годную игру, что даже минусы не особо глаза мозолят. Сюжет, конечно, трухляв, что поделать, но сам геймплей это просто чудо какое-то. Возможность избивать, расчленять, пинать, кидать с обрыва, поджигать, замораживать и многое другое даст вам не каждая игра. А из современных произведений, хотя бы примерный экспириенс вы, наверное, можете получить лишь из-за горя заточенных под VR. Так что цените творение Аркейнов. Тем более наш любимчик Калантонио ушел из компании, а это значит, что подобное вы увидите скорее лет так через хрен вам. С вами был ваш верный друг Бебей, и как всегда, до скорых встреч.